10 ноября 1982 года закончилась эпоха правления Брежнева. Новым руководителем Советского Союза становится Юрий Андропов, недавним прошлым шеф всемогущего КГБ. Пересказ его официальной биографии западной радиостанции заканчивает ироничным комментарием. Это все, что знаем о нем мы. А он знает о нас все. Настрой на дела, а не на громкие слова. Вот что нужно сегодня для того, чтобы крепче был великий и могучий союз Советских Социалистических Республик. Юрию Андропову 68 лет. К тому времени список его болезней занимает уже несколько страниц в медицинской карточке. Как оказался на вершинах власти смертельно больной человек? К тому же, вся биография которого никак не соответствовала советским партийным канонам. Он обладал антибиографией с точки зрения партийного чиновника. Он не из рабочих, не воевал, без высшего образования. Второй брак у него. Сын судимый. Это вообще нонсенс. По словам соратников, Андропов избегал говорить о некоторых эпизодах своей ранней партийной карьеры. Каких же? Белым пятном для всех оставался его первый брак и судьба старших детей. А в архивах КГБ, оказывается, хранилось давнее дело на его будущего председателя. Какие тайны были скрыты в этом секретном досье? Сегодня я их вам раскрою. Москва. Май 1967 года. Андропов на пике партийной карьеры. Секретарь ЦК КПСС по международным вопросам. Но классический аппаратный путь вдруг обрывается самым неожиданным образом. Собиравший свою команду Леонид Брежнев предлагает Юрию Владимировичу возглавить органы госбезопасности. Он узнал об этом за нечасово до перехода в КГБ. Были разные кандидатуры, да. И поначалу кандидатура вдруг даже не стояла. Инициатива была проявлена Косыгиным и Брежневым. Это достоверно знаю, да. Новая должность Андропова выглядит явным понижением. Так что в партийной элите того времени Юрий Владимирович уходит на вторые роли. И он, казалось, с этим смирился. Из всех поворотов резких в жизни отца, это был, конечно, самый резкий поворот. И самый неожиданный поворот. Поэтому можно представить себе его состояние, тем более, что сделано это было вдруг, без всякой подготовки. Это его, разумеется, ошарашило. Вернуться обратно с Лубянки на Старую площадь, туда, где находится главный центр власти, в те времена оказалось невозможным. Но Андропову это удалось. Мы боремся. Мы на передовой линии борьбы. А всякая борьба, тем более передняя линия борьбы, она связана с тем, что приходится и наступать, и отступать, и отходить, и всякий обходный маневр делать. Это редкие кадры служебной съемки. Андропов уже прощается с коллегией КГБ. Еще через полгода он возглавит страну. И это уже никого не удивит. Казалось, человек, так долго возглавлявший органы безопасности, должен знать самую главную тайну. Как быстро изменить к лучшему жизнь советских граждан. Я больше чем убежден, что КГБ и он владели, конечно, мощной информацией, достаточной информацией происходящих событий, которые пока не вышли на померкность даже в Центральный Комитет партии. При Андропове Комитет госбезопасности становится чем-то вроде параллельного правительства. Сеть главных управлений КГБ контролирует все. От внешней политики до научно-технической экспертизы. Специальное Пятое управление борется с идеологическими диверсиями и контролирует умонастроение граждан. Главным образом интеллигенции. Одного неосторожного слова хватает для принятия жестких мер. Я стал невыездным из страны. Десять лет никуда не ездил. На моем личном деле в Пятом управлении, которое занималось идеологией, стоял такой штамп или клеймо. В общем, там было написано, что я пособник международного сионизма. Это сегодня кажется очень смешно. Тогда это было очень серьезное обвинение. За 15 лет под руководством Андропова КГБ становится серьезной политической силой. Правительство не принимает ни одного важного решения без ведома органов безопасности. Для них существовало только одно табу – запрет на оперативную разработку партийной номенклатуры. Может быть, для самого Андропова этот запрет был выгоден, потому что помогал скрывать тайны его личной жизни. У него была, я еще повторяю, антибиография для партийного руководителя. Поэтому не только история с сыном, но и там все, что угодно могло использоваться, если бы это было нужно. То есть Андропов держался на Брежневу. С такой биографией он держался именно на доверии Брежневу. Что прощал Андропову Брежнев? И чего не ведали о его настоящей биографии остальные кремлевские руководители? На какие жертвы будущему хозяину Кремля пришлось пойти по дороге к высшей власти? И главное, оправдаются ли эти жертвы? В принципе, его вход во власть начинался с Ярославской земли. Ну вот, наш Кремль Ярославский. И вот эта дорога от Кремля до Кремля, в общем-то, и была его жизнью. Андрей Волков – внук Андропова от старшей дочери Евгении. Живет в Ярославле, дослужился до подполковника ФСБ. Своего знаменитого деда никогда не видел. Знает его по рассказам бабушки. Первый брак долгое время оставался одной из заветных тайн Юрия Владимировича. Так вот в этом вот доме Юрий Владимирович Андропов и жил. Когда они вот из Рыбинской переехали, им дали две комнаты. Вот, если вот поглядеть, там, значит, второй этаж, второе, третье окошки. Причем, вот, интересно, психология людей того времени, им давали три комнаты. Отказались. Говорят, что, не знаю, куда их девать, три комнаты. Отказались, говорят, там этого хватит. Карьера Андропова вроде бы заладилась с самого начала. Летом, 37-го года, выпускник речного техникума еще руководит пионерскими отрядами в небольшом провинциальном городке Рыбинске. А через несколько месяцев он уже становится третьим, а вскоре и первым секретарем Ярославского обкома Комсомола. С молодой женой Ниной Янгалычевой растят двоих детей. Сына Володю и дочку Женю. Так уж совпало, но резкий поворот в судьбе этой семьи начался с рокового пророчества цыганки, которое Чита Андроповых встретила на прогулке. Кстати, а вот это Первомайский бульвар. Он раньше назывался Бродвеем. Это место, излюбленное место было гуляния ярославской молодежи. Вот. И здесь был такой случай, тоже вот у бабушки с дедом. Они шли, ну вот, где-то здесь гуляли и очень смеялись на что-то. И вдруг там встречу идет цыганка. Цыганка говорит бабушке, ты чего смеешься? А они там ха-ха-ха-ха-ха. Она говорит, ну, на деда показывают, он-то смеется, ладно, далеко пойдет. А ты чего смеешься? Ну, пахнули рукой, они засмеялись еще больше. Ну, а потом вот, какое-то время спустя, бабушка вспоминала этот случай. Говорит, наверное, пророчески. Что-то в этом было. Вскоре Юрий Андропов получает очередное назначение – в Карелию. Оттуда жене с четырехлетней дочерью и новорожденным сыном на руках приходит короткое письмо. Мол, полюбил другую, хочу развестись. Так сбылось пророчество цыганки про разные пути дорожки молодых супругов. Это могло захлопнуть карьерный рост. Вы знаете, все вот эти неприятные житейские вещи он делал очень открыто. Вначале он перед комсомольцами своими говорил об этом, перед членами партии, перед парткомом. Всегда это было честно, не скрывал, понимал и говорил, я не гуляю. Ну, вот так случилось, что полюбили. Новая избранница Андропова – Татьяна Лебедева. Перед самой войной курсантка разведшколы готовилась к возможной заброске в тыл врага в группе диверсантов. Руководил той самой подготовкой секретарь ЦК Комсомолова Карелии Юрий Андропов. Так они и познакомились. Свадьбу сыграли, когда война уже началась. С тех пор о прежней семье Юрий Владимирович старался не вспоминать. Он сделал свой выбор. В новой семье появляются двое детей – сын и дочь, жизнь которых сложится вполне удачно. Чего не скажешь о наследниках Андропова от первого ярославского брака. В этом городе отец бывал нечасто. Да и брошенная супруга к детям его старалась не подпускать. Папа очень тянулся к отцу, как мне рассказывала мама. У него даже с детства были проблемы. Его мать, она не разрешала, чтобы он встречался с Юрием Владимировичем. Евгения Андропова – еще одна внучка от первого брака. Родилась в Террасполе, куда ее отец Владимир Андропов переехал в поисках лучшей доли. Его судьба на долгое время станет одним из главных секретов хозяина Кремля. А все ее обстоятельства выяснится только после смерти самого генерального секретаря. При жизни отношения с первой семьей поддерживались только редкими письмами, которые все чаще оставались без ответа. Не могу сказать, насколько часто, но письма были. Мы жили вместе с бабушкой, так вот когда... У нас документы были общие, поэтому все архивы, ну вот письма и все, фотографии, все это лежало в одном месте. А когда бабушка умерла, стали разбирать, писем там не оказалось. То есть перед смертью она их все уничтожила. О чем писал в своих письмах первой жене Юрия Андропова? Рассказывал ли о своей жизни в Петрозаводске, о стремительном карьерном росте? Это так и останется одной из многих его семейных тайн. Но те давние карельские события еще отзовутся в жизни Юрия Владимировича самым неожиданным образом. И чуть было не сорвут назначение на Лубянку. Врачи вдруг начинают настойчиво отговаривать Андропова от предложенной Брежневом должности. Больше того, рекомендуют уйти на пенсию по инвалидности из-за больного сердца. Дескать, с повторным инфарктом не шутят. Первый случился еще за 10 лет до этого, во время работы в Венгрии. Но сегодня мы знаем наверняка, что второй инфаркт – это выдумка. Это подтверждает лечащий врач Андропова, академик Чазов. И его положили вот здесь, за забором больницы. Центральная клиническая больница вот этого четвертого управления. И там врачи говорят, что вам нельзя, вам нужно сократить работу и так далее. У вас же инфаркт был. Когда я сказал, что никакого у вас там инфаркта нет, вот, а сейчас он говорит, ой, Евгений Иванович, ну вот, вы знаете, а меня убеждают, спасибо вам. Я так и думал, что вот придет молодой доктор и скажет правду. Кто же мог настолько опасаться назначения нового шефа на Лубянку, чтобы рекомендовать медикам Кремлевской больницы соврать и поставить своему высокопоставленному пациенту такой угрожающий диагноз? Ну вот, ну он все, тут же прокрутил, понял, все. Вступив в должность, председатель КГБ просит помощников проверить в архивах информацию на самого себя. И они находят давний донос как раз карельских времен. Оказывается, в послевоенные годы Андропов, второй секретарь ЦК Компартии Карелии, подозревался в антипартийном заговоре по так называемому Ленинградскому делу. Группа, парт руководителей северо-западного региона тогда обвинялась в заговоре организации раскола внутри ЦК. Тогда больших неприятностей Юрию Владимировичу удалось избежать. Да, он должен упокаяться, и он покаялся над делом. Тут присуществует, опять же, то, что мы должны понимать. И понимать именно с точки зрения тогдашней действительности. Что было самым главным двигателем при социализме? Критика и сама критика. Дело Андропова было выделено в отдельное производство. Хода ему не дали, однако в архивах КГБ сохранили. Но в этом же документе остались имена осведомителей и следователей, работавших по Андропову. Больше того, некоторые из них уже служили в Центральном аппарате комитета, на высоких должностях, и, вероятно, боялись мести со стороны своего нового шефа. То, что он затребовал это дело, я знаю, это факт. То, что, естественно, в деле были фамилии, это тоже факт. Я знаю лишь одно, и мне это говорили потом товарищи, что он просил ни в коем случае не разбираться с тем, кто вел это дело. Ни медицинские, ни политические прогнозы не помешают Юрию Андропову взойти на вершины власти. Но на этом пути ему придется принести еще одну жертву – отношение с сыном от первого брака. В 17 лет Владимир Андропов связался с дурной компанией и дважды отсидел за воровство. Отец тогда отказался помогать сыну и постарался, чтобы молва об этом позорном деле не дошла до общественности. Принципиальные партии, с воспитанной еще сталинской дисциплиной, он не мог ни принять, ни понять образы жизни Владимира. Поэтому оградил себя от общения с ним. Да, сын получился довольно самовольным, не очень аккуратным во всех делах. Юрий Владимирович беседовал, разговаривал с ним. А когда уже дело дошло до того, что его надо было как-то наказывать, то здесь Юрий Владимирович сказал, баста, я к этим делам не могу иметь отношения, потому что он нарушил определенные законы, заводские, еще что-то. Все, я здесь не буду ничего делать сверх усилия. Буду я это делать, потом ко мне веры не будет. Это было не его слово, просто брошенное. Это были его переживания, его выводы. И он был им верен. И на семью распространялось вот это. Владимир Андропов скончался в 75-м году от цирроза печени. В последние годы он сильно выпивал. На пухорны в Тирасполь не приезжает ни мать, ни отец. Хотя оба о смертельном недуге сына знали. Нас трудно назвать одной большой дружной семьей. Не знаю, может быть, он был таким человеком. Может быть, просто не хотел, чтобы вот это была большая дружная семья. Ну, наверное, у него были свои причины. Может быть, ему просто было не до семьи, потому что в связи с характером его работы. Однако про осиротевшую семью сына Юрий Владимирович не забыл. Внучку баловал и часто звал к себе в Москву. То, что ее дед человек непростой, она убедилась уже в школьные годы. Я помню, что прибежала перепуганная зауч и просто стала меня тащить. Я училась на третьем этаже, у нас был класс. И мы с ней вот просто вниз по лестнице сбегали. И она мне говорила о том, что звонит Юрий Владимирович и спрашивает, как у тебя дела в школе. Идем быстренько. И начался жуткий переполох. У меня в школе не было проблем, но после этого точно не было проблем. Можно представить испуг преподавателей, которым приходится докладывать об успехах учениц их обычной школы лично председателю КГБ. К тому же, к концу 70-х Андропов становится одним из вероятных преемников быстро стареющего Брежнева. И очень трудно отделить такое вот ощущение себя спасителем страны от удовлетворения просто личных амбиций. Вполне возможно, что мелодия мессианства была ему присуща. Незадолго до смерти Брежнева в стране вдруг появляется новая мода. Портреты Сталина на лобовых стеклах автомобилей. Разговорчивые таксисты словно почему-то наущению неизменно сводили разговоры с пассажирами к необходимости твердой руки. Дескать, стране нужен новый, крепкий хозяин. Все чаще упоминается имя Андропова. Больше некому. И когда вдруг он стал генеральным секретарем, в Ярославле был взрыв. На все на нас ходили смотреть. Бабушка тогда... Ей сколько было? Ей было, наверное, тогда 60 с чем-то. Она пошла подрабатывать и решила в киоск, в газетный. Ну и вот подходили к газетному киоску, знали уже. Даже мне рассказывали. Причем рассказывали, не зная, что я ее внук. Мне рассказывали, а вот там вот такая-то, такая-то, такая-то сидит. Вот в этом ларьке, знаешь. Я говорю, ну, слышал. Да, ее это очень задевало. Андропов приходит к руководству государством при истощенной экономике. Страна стоит в очередях за самым необходимым. СССР гордится лидерством в космической гонке. На вооружение армии поступает самая современная техника. Но повседневная жизнь обычных людей становится все труднее. Бернский магазин. Очень старый. Еще в советские времена он здесь стоял. А тогда что такое были магазины? Это пустые полки. На полках несколько, может быть, таких синих уток лежащих. Какой-нибудь там... Вот у нас здесь был зеленый сыр рыбинский, такой непонятного вкуса. Поэтому, когда вот пришел человек из КГБ, который, в общем-то, все знает, все может, у людей появились надежды на то, что может что-то измениться, и причем измениться быстро. Ну, чудо случится. Экономические преобразования Дропова начинаются с обла. Правительство считает, что изменить тяжелую ситуацию можно предельно быстро. Достаточно укрепить трудовую дисциплину. Милиция и дружинники ищут прогульщиков на улицах и в кинотеатрах. Больничные не спасают. С ними надо дома сидеть, а не в кинозале. Одним из первых под эти новые правила дисциплины попадает в Ярославле внук Андропова Андрей. Ну, я был на каникулах. Я попал вот под такое мероприятие. Около кинотеатра у меня спросили. Вот, я показал студенческий билет. Вот, у меня были каникулы в тот момент. Поэтому ко мне вопросов не возникло. Мне его отдали. Все, извините, до свидания. Но главное, что простой-то народ, которого было большинство, и который в эти моменты находился на работе, он поддерживал вот это. Вот это я знаю точно, что люди это поддерживали. И вот с этим, даже вот с этими мероприятиями, пусть они какие-то были репрессивные, связывали надежду на то, что в стране может быть порядок. Долгожданное наступление порядка советские граждане видят и в жесткой чистке кремлевской верхушки. С именем Юрия Андропова связывают отставку, казалось, бессменного главы МВД Николая Щелкова. И, в общем-то, показательно, что первая кадровая замена произошла как раз это отстранение Щелокова, министра внутренних дел, поскольку коррумпированность в МВД имела место довольно значительное. И МВД плохо боролась с коррупцией вот в той сфере, в которой оно должно было это делать. Следом за Щелоковым по тем же основаниям лишается должности хозяин Краснодарского края Медунов. Расстрельное дело директора Елисеевского гастронома в Москве Соколова укорачивает руки торговой мафии. Начинается борьба и с давними привилегиями высших чиновников. В советской стране надо быть поскромнее. Жесткие меры Андропова в народе одобряли. Но в его окружении все чаще говорят о необходимости смягчения государственного диктата над экономикой. Предлагают дать больше самостоятельности самим предприятиям. Руководитель страны вроде бы прислушивается к доводам экономистов, но с переменами не торопится. В этой неспешной осторожности тоже мог быть личный мотив. И еще одна семейная тайна, связанная со второй супругой. Татьяна Филипповна всегда поддерживала влиятельного мужа, опекала его внучку от первого брака. Но даже ребенок чувствовал, с бабушкой Таней что-то не так. Вы поймите, когда тебе 10, 12, 14 лет, ты, может быть, многие вещи и замечаешь, но ты не можешь их объяснить. Не можешь их правильно толковать. Поэтому, не знаю, не буду говорить. Андропов скрывал. Его жена Татьяна Филипповна страдала серьезным психическим расстройством. Проблемы начались еще в 1956 году, во время венгерского антиправительственного восстания. Юрий Андропов в то время посол Советского Союза в Будапеште. После развенчания культа личности Сталина, в Венгрии растет недовольство собственным правительством, политическими наследниками вождя народов и безумной советизацией страны. На массовых митингах начинают звучать антикоммунистические, а затем и антисоветские лозунги. Посольство было на волоске от возможного погрома. Несколько человек, наших друзей, мы взяли в посольство и сохранили их там. Мы об этом не говорили, ничего, но люди догадывались, что кто-то в посольство скрывается. Многотысячные шествия перерастают в вооруженное восстание. Венгерские повстанцы действуют с особой жестокостью. Расстреливают сотрудников госбезопасности. Устанавливают виселицу прямо напротив советского посольства. Того и гляди ворвутся на его территорию. Чуть ли не ежечасно Андропов отправляет в Москву страшные фотографии. Надо себе представить эту обстановку. Кругом все время ездили скандирующие на грузовиках толпы. Причем лозунги по преимуществу были антисоветские. Цивилистических меньше. Антисоветские и антирусские в основном. Это же создавало определенную совершенно атмосферу. Это надо себе представить. Вот так, как мы собрались здесь, и кто-то там крикнул. Это все постоянно и массировано. Конечно, это произвело не только впечатление, я повторяю, это был хороший нервный стресс. Такой, который потряс маму в корне. Через неделю вооруженное восстание венгерской оппозиции было подавлено советскими войсками. Но для Андропова эти события не проходят без следа. Он переносит инфаркт, а жена не сможет оправиться от психической травмы. Там, в Будапеште, она боялась за жизнь своих детей, которые все время находились рядом. От этого потрясения Татьяна Филипповна уже не избавится. Она никогда уже не будет прежней. И станет для мужа ежедневным тяжелым напоминанием о Будапеште середины 50-х и о том, к чему приводят слишком резкие перемены и революционные реформы. Андропов знает о бедственном положении советской экономики, но при этом все равно в первую очередь отстаивает устои социалистического строя. А предлагаемые некоторыми его советниками рынок, конкуренцию, частную собственность считает идеологическими уступками. Однако новые планы реформ Андропову приходится обдумывать уже в больничной палате, где он проводит большую часть времени. У него острая сердечная недостаточность и отказывающие почки, которые требуют постоянного переливания крови. И все это уже напрямую сказывается на деятельности правительства. Ну вот готовили мы, так сказать, международное совещание по вопросам экономического сотрудничества со сторонами социалистического лагеря. Это поручено было мне. Скажем, в это время Юрий Владимирович, так сказать, уже начал прибаливать. Ну, я к нему пришел. Скажем, ну что же он говорит, ну ты понимаешь, вот ты требуешь, а у меня вот руки в бинтах. Андропов продолжает бороться за собственную жизнь и все еще пытается укрепить самочувствие державы. Но давно заржавевший механизм не поддается. Экономика СССР по-прежнему нацелена на производство танков и ракет. В этом видится незыблемое превосходство системы. А тем временем лекарства, жизненно необходимые хозяину Кремля, советские разведчики вынуждены искать за границей. Я бы сказал, Юрий Владимирович, мне нужно, чтобы ваша система мне сообщала о всех новых лекарствах. Я получал в течение 15 лет сообщения. И мы, я договорился с фирмой, они говорят, мы еще ее не пустили, не пускаем. Я говорю, ну, мне она нужна. И мы полетели в Женеву, и в Женеву прилетел их представитель, привез мне вот эти препараты, которые стимулировали его жизнь. Времени на реформы не остается совсем. И осенью 83-го года правительство Андропова предпринимает еще одну отчаянную попытку поднять падающую экономику страны. В магазинах появляется дешевая водка. Вот так выглядела эта бутылка с зеленой этикеткой. В отличие от остальных сортов, московской, столичной, пшеничной, на этикетке нет названия. Просто водка с надписью пониже. Особая. Но в народе она сразу же получает свое прозвище. Андроповка. В Советском Союзе цены на водку снижали только дважды. При Сталине и вот теперь при Андропове. Пошли слухи о том, что, дескать, Кремль заигрывает с населением, чтобы подсластить пилюлю предстоящих трудных реформ. На самом деле задача была куда проще. Выручкой от продажи Андроповки государство просто затыкало дыры в бюджете. У нас было такое положение, когда в ряде средних, маленьких городах в конце месяца нечем было выплачивать зарплату врачам, учителям. И тогда мы засылали туда вагон водки. И в этом смысле новая Андроповка, вот она позволяла набрать нужные деньги и заплатить людям. Новый, 1984 год, Андропов встречает в кругу близких. Сослуживцев по комитету госбезопасности. Все понимают, что это прощание. С друзьями и с надеждами на задуманные перемены. Времени на них уже нет. И судя по всему, летом 1983 года было ясно, что он доживает свой срок. Весь январь и начало февраля, это последнее время, когда он еще был жив, он чувствовал себя плохо. Иногда в отдельные периоды, в отдельные дни он не отдавал отчета, то есть был без сознания. В газетах пишут о простуде Андропова. Но люди начинают догадываться, дело куда серьезнее. Родственники генерального секретаря в Ярославле и Террасполе ждут плохих новостей. В конце 1983 года стало уже очевидно, что дед заболел. Потому что, ну даже такой вот момент, что генеральный секретарь пропал из телеэкранов. Такого в те времена не бывало. Ну, о силе, о степени его болезни, о тяжести ее, конечно, люди не знали. Но вот наступил 9 февраля 1984 года, когда с утра играли скрипки, когда Филатов начал читать поэмы Маяковского. И бабушка сидела, смотряла телевизор и вдруг заплакала. Мама ей говорит, ты чего? Она говорит, ведь это Юрка умер. Вот, так вот почувствовала. Ну, судя по всему, она его так и любила всю жизнь. Андропов еще жив, когда у него в палате появляется Константин Черненко. Будущий руководитель сверхдержавы тоже тяжело болен. И всем ясно, что в Кремле скоро предстоит очередная смена власти. И она произойдет меньше, чем через год. Потом для СССР наступят совсем другие времена. Новые руководители снова будут говорить о реформах. Но про Андропова вспоминать все реже. Хотя вот на этом вот месте, видите, вот камни как раз гладкие. Вон и дырка даже висит. Здесь висела мемориальная табличка, что в этом доме жил Юрий Владимирович Андропов. Но дело-то в том, вот я точно даже не помню, как она, что там конкретно было написано. Потому что сняли ее, как вот эта вся перестройка, она все началась. Страна поменялась, ценности поменялись. И, конечно, было обидно, во-первых. Вот. Во-первых, потому что все равно не чужой человек. Юрий Андропов пришел к власти поздно, в 68 лет. Он жертвует своим здоровьем во имя перемен. Оппоненты назовут это карьерным безрассудством. Друзья – отчаянной попыткой возродить страну. Я думаю, здесь он как бы сознательно приносил себя в жертву. Смертельно больной политик рискует жизнью ради давно назревших преобразований, а при неудаче именем и репутации. Но был ли этот риск оправданным? Вот, понимаете, опираясь на факты, даже на динамику, которая продолжалась после его ухода из жизни, да, у нас была бы другая страна. Мы по-другому бы жили, по-другому бы работали. Она была бы по-прежнему социалистической. Основа народного хозяйства – это была бы социалистическая собственность. А где можно, там была бы и частная. Юрий Владимирович говорил так. Нам надо обязательно наладить эту систему заинтересованности. Для этого мы должны изучать внимательнейшим образом опыт Китая, Вьетнама, опыт других стран, как они этого добиваются. И, если надо, обязательно провести эксперименты, найти лучшие пути и потом двинуть широко. Десятилетия спустя, после смерти Андропова, страна стала совсем другой. Скорее всего, не такой, какой он хотел увидеть, но другой. От СССР осталась только память. Вообще, я могу сказать, что я очень много добрых слов, я их до сих пор слышу. Люди, с которыми даже сейчас я работаю, и которые помнят те времена, все-таки говорят о том, что очень жаль, что он так мало прожил на посту генсекретаря. Я верю, что они искренне сожалеют. Евгения Андропова сейчас живет в Москве. С ярославской частью семьи отношений не поддерживает. Так сложилось. Дважды выходила замуж, но фамилию всегда оставляла свою. Не знаю, мне нравится моя фамилия. Я не хочу ее менять. Ну, мне все равно, как к нему относились. Наверное, все-таки потому, что он мой дед, и мы как бы в такая родственная связь, и для меня он остался в памяти. Долгая дорога от Ярославского Кремля до Московского заняла у Юрия Андропова почти полвека и оставила лишь 15 месяцев для реально больших свершений. И мы, советские люди, тогда не успели почувствовать в своей жизни особых перемен. Но уже вскоре эти 15 месяцев назовут временем надежды. А Юрия Андропова – одним из самых популярных руководителей страны.